МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российские студенты предложили свое видение будущего внедорожника Вольво. В Московской художественно-промышленной академии имени Строганова прошел конкурс на лучший дизайн модели XC90 нового поколения. Принимать работу и выбирать победителя приехал не больше, не меньше, как главный дизайнер шведской марки, знаменитый Питер Хорбери. Господин Хорбери прочитал перед студентами небольшую лекцию о скандинавском дизайне, мировой успех которого несравним с численностью населения трех северных стран. В Швеции, Дании и Норвегии проживает около 30 миллионов человек. Не так уж много, однако скандинавские торговые марки широко известны во всем мире. Взять, к примеру, Nokia, IKEA, H&M, ну и, конечно, Volvo. Все они прямо или опосредованно связаны с дизайном, который стал для Скандинавии важным предметом экспорта. Смогут ли когда-нибудь подняться на эту высоту российские дизайнеры? В это легко поверить, узнав, как студенты Строгановки подготовились к импровизированному экзамену перед Питером Хорбери. Работа над проектом началась с исследования. Ребята постарались осознать суть бренда Volvo, изучить историю марки от первых автомобилей до сегодняшнего дня. Следующей темой для изучения стал класс кроссоверов и Соединенные Штаты в качестве крупнейшего рынка сбыта этих автомобилей. Затем был составлен портрет типичного покупателя кроссовера Volvo. Портрет потребителя. Это в основном семейные люди, спокойные, неагрессивные. И для таких людей комфорт и безопасность превыше всего. Кстати, в своем исследовании студенты пришли к неожиданному выводу. В России порядка 70%, 75% опрошенных нами пользователей, им не по вкусу новый дизайн Volvo. Они предпочитают более простой и квадратный дизайн модели до 2008 года. И лишь после теоретической подготовительной работы будущие дизайнеры взялись за карандаш. О том, что у них получилось и почему, они по очереди рассказали Питеру Хорбери. Студенты предложили ряд оригинальных идей. Среди них изменяющееся в ночное время освещение автомобиля, которое зависит от скорости. Или накладные пластиковые панели, которые защищают борта машины от царапин при движении по лесу. Наиболее реалистичным нам показалось предложение расширить полезный объем внедорожника. Основная идея – это идея свободной компоновки багажника. Получаются багажные боксы, которые мы можем свободно компоновать снаружи, ну и также и в салоне. Их можно менять, они симметричные лево и право. И используются, а отдельно такой бокс может использоваться как сумка. В большом внедорожнике нередко едет всего один человек или двое. В этом случае боксы можно убрать внутрь. Но если собралась компания, то те же боксы прикрепляются к машине снаружи. Они сделаны из легкого материала и имеют аэродинамическую форму. Так что сопротивление набегающему потоку воздуха вполне сравнимо с размещением груза на крыше. Боковые боксы перекроют вид во внешние зеркала. Но эту проблему автор предлагает решить с помощью видеокамер. Всегда интересно видеть эскизы молодежи, которые выражают понимание того, каким может и должен быть Вольво. Эти люди будут не только проектировать машины, но и покупать их. Поэтому их мнение очень важно для нас. Мы предлагаем шведскую продукцию, но стараемся учесть пожелания того рынка, на котором работаем. Здесь я увидел много интересных идей. Все они направлены в будущее. Мы стараемся учитывать эти настроения. Креативность пронизывает всю нашу жизнь, и в ней мы черпаем те новые веяния, которые помогают в нашей работе. Я был во многих университетах и колледжах. Меня поразило то, что я увидел здесь, и то, что было показано в презентациях, и то, что я увидел в качестве эскизов, скетчей и компьютерного моделирования. Идея этого проекта — понять, каким студенты видят будущее Вольво, и выбрать победителя среди них, чтобы пригласить его в Швецию. Он побудет в среде Вольво, впитает эту атмосферу, и, возможно, его идеи превратятся в реальные наработки. Конечная модель редко является продуктом одного автора. Это результат работы целого коллектива. Российские автовладельцы предпочитают агрессивный стиль в дизайне. Особенно это касается покупателей внедорожников. Обратил на это внимание и Питер Хорбери. Вольво — это безопасность и защита. Но в некоторых случаях заметно стремление перейти эту грань, выйти за рамки функции исключительно защиты. Есть агрессивные стремления в стиле викингов. Желание быть не только мужественным, но и стать мачо. Мы попросили господина Хорбери прокомментировать эскизы студентов Строгановки. Мне нравится этот скетч. Мы видим архитектурно строгое решение верхней части и округлое решение нижней части. Это хорошее сочетание силы и защиты, и в то же время здесь есть устремленность вперед вместе с легкостью и элегантностью. Иногда ребята просто помещают радиаторную решетку на свои эскизы, чтобы сделать машину узнаваемой. Но если вы посмотрите на этот эскиз, здесь нет решетки, но сразу видно, что перед нами Вольво. Это значит, что дизайнер действительно думал в стиле Вольво и передал основные черты марки. А не просто сумел соблюсти графическую идентичность. Это очень интересная идея. Такие изгибы хорошо смотрятся при ночном освещении. Это касается и области задних фар, и всей кормы автомобиля. Этот дизайн был вдохновлен шлемом Викинга. Автор стремился перенести его защитную функцию на автомобиль. Фронтальные элементы как раз напоминают боковые части шлема, которые защищают лицо. В личном общении со студентами главный дизайнер Вольво не только раздавал комплименты, но и критиковал их работы. Мне показалось интересным использование концепции шлема Викинга. Некоторые шлемы используются только для защиты, и это может быть источником вдохновения для Вольво. Но при этом Викинги использовали шлемы, чтобы защищаться атакуя. Они прославились своей агрессивностью. Для меня этот эскиз с точки зрения агрессивности напоминает BMW X6, а не Вольво. Питер Хорбри высоко оценил результаты студентов Академии Строганова и подбодрил их на продолжение работы. Российский рынок очень важен для нас. Я немного эгоистичен. Я хотел увидеть, каким вы видите Вольво, чтобы возможно использовать это в своей работе. Каждый день, который я провожу в бюро, доставляет мне радость. И вот уже 35 лет я не перестаю удивляться, когда получаю зарплату. Ведь работа приносит удовольствие, а мне за это еще и платят. Результатами конкурса остался доволен не только главный дизайнер Вольво, но и профессора Академии имени Строганова, где подобные мероприятия стали традицией. Мы 125 лет существуем, ну и почти столько же работаем активно во всех, только которые конкурсы на нас плывут. Потому что это очень эффективная форма, стимулирующая к работе студента, преподавателя, да и вообще всех. Благодаря этому мы как бы, в общем-то, существуем, потому что больше-то мы никому не нужны. Вот за все время к нам обратилось около 10 брендов мировых. Из отечественных производителей ни один никакому газу, Камазу, Белазу или Вазу мы не нужны. Поэтому мы, вот, с Олегом Борисовичем всегда, и вся кафедра всегда очень рады, когда на нас обращает внимание кто-то, да. А поскольку мы уже давно этим занимаемся, то мы известны, и на нас обращают внимание, в общем-то, не маленькие фирмы. И более того, на некоторых работают наши выпускники, которые себя хорошо показали, в частности, на Ауди, на Фольксвагене, в Италии. С Маздой мы работали, с Ниссаном, с дачей румынской, которая... Рено, да, Альянс. На БМВ сейчас работает наш выпускник. Вот, поэтому, как бы, мы... Про нас знают. Это... Можно распираться от гордости даже по этому поводу. Поверьте, оно того стоит. На Западе очень популярный термин «креативность», да. Без этого качества к нам поступить-то нельзя. То есть здесь должна учиться личность, художник, который честолюбивый, да, как любой... Как любой творческий человек. А уж автомобиль – это амбиции, понимаете, какие, да. Поэтому у нас все вроде как бы теоретически все при нас. Вот оставалось всегда это воплотить на практику. Вот эти вот конкурсы, они как раз и помогают это сделать. И нам не дают дремать, потому что мы выходим на уровень. И вот нашу мастерскую внизу, цифровую, 3D, мы организовали под влиянием необходимости работать на уровне. И выражать свои мысли на уровне. Вот Хорбери здесь ходил, и я с ним тоже спрашивал. И в конце он говорил, что на него произвело впечатление вот именно это, да, что мы абсолютно как бы на равных выступаем. Тут нет никакого снисхождения. Автомобили у нас делают лучшие. То есть мы даем делать лучшим. Потом этих лучших теряем. Они уходят. Уходят, уезжают за границу. У нас очень серьезная и мощная база художественная. У нас же художественная академия. У нас очень мощный рисунок. Вот вы когда проходили, может, видели, там, в 10-е образцы старые 50-е годы. У нас очень мощная живопись и скульптура. Такого нет фактически нигде в Европе. В настоящее время выпускники российских вузов работают в дизайнерских бюро многих крупных мировых автопроизводителей. Большой спрос на россиян родился в последние годы. Как это получилось? Их просто никто не знал. Вдруг они вот появились. Это раз. Потом, конечно, интернет. У нас был главный дизайнер развития бренда Ауди, Клемент Роснагель, господин. И он сказал, что знает лично двоих дизайнеров, которые каждое утро начинают с залезания в интернет на русский сайт. Там, кардизайн.ру или карстайлинг.ру, не знаю. Где заимствуют идеи. Ну, срисовывают, в чем мне говорить. Это уже стало профессиональным поведением, методологией работы. Вот как. Представляете, кардизайнер. Я сегодня утро тоже начал с этого и сразу нашел работы моего студента. Будущие дизайнеры очень серьезно относятся и к обучению, и к подобным конкурсам. Ведь такая работа – это отличная возможность проявить себя, а впоследствии найти позицию в известной компании. Ну и, наконец, вернемся к результатам конкурса. Его победителем стал студент шестого курса. Призом для него будет полугодовая стажировка в дизайнерском отделе «Вольво». По словам Хорбери, его проект не только содержит так называемую ДНК марки «Вольво», но и обладает рядом новаторских идей. Среди них – возможность облицовки машины специальной пленкой, которая защищает кузов от мелких повреждений и позволяет менять цвет, а также та самая оригинальная система расширения грузового отсека. Багажные боксы будут вполне кстати для большой семьи. Эти кофры, они к тому же и становятся таким специальным шкафчиком, который стоит в гараже, и все вещи на своих местах. Кто-то едет на пикник, берет багажный бокс, в котором все, что нужно для пикника, и просто цепляет его на свой автомобиль и едет. И потом, когда он приезжает уже домой, ему не нужно как-то это все разбирать, складировать. Сам конкурсант на момент интервью еще не знал о своей победе и изрядно волновался. Гораздо увереннее чувствовал себя его коллега, руководитель исследований по проекту «Вольво». Я давно знаю Костю, знаю его уровень, знаю, как он думает, потому что он думает как настоящий дизайнер. Что значит думать как дизайнер? Воспринимать вещи, которые нас окружают, не как потребители, не говорить, что вот «вау, вот эта красивая штука, я ее хочу». Дизайнер должен понимать, почему она красивая с точки зрения эстетики, почему она красивая с точки зрения технологии конструкции, и почему возникает вот это самое «вау», что заставляет человека покупать. То есть дизайнер должен понимать еще и этого человека. Российские автопроизводители находятся в сложной ситуации. Однако автомобильный дизайн в нашей стране быстро идет в гору. И есть все основания полагать, что у выпускников отечественных вузов отличные перспективы. Моя мечта – это изменить ситуацию в России, как люди смотрят на дизайн, и попытаться его популяризировать, поднять дизайн на новый уровень, так как это сделано в той же Швеции и вообще в Скандинавии в целом. Когда дизайн становится очень большой доминантой в ВВП, в внешнем валовом продукте, и дизайн есть импорт. То есть это товар, который продается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова